До конца 2022 года пройдет дополнительный всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды для городов с населением от 100 до 200 тысяч человек, сообщает телеканал Панорама ТВ, входящий в медиахолдинг Тверской проспект. В ходе конкурса будет определено 80 победителей, которые получат гранты на реализацию своих проектов. Размер денежного вознаграждения в среднем составит 80 миллионов рублей. Все конкурсные проекты будут оцениваться комиссией, в состав которой войдут специалисты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, археологии и охраны культурного наследия. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект формирования комфортной городской среды. Он проводится по поручению президента России с 2018 года. За это время, в том числе и в городах Тверской области, приводят в порядок территории, за которые голосуют сами жители. Ведь в конечном итоге все преобразования делаются именно для комфортной жизни населения. Наша съемочная группа решила выяснить, как оценивают жители областной столицы эти изменения и на что еще стоит обратить внимание властям для того, чтобы занять достойное место в списке регионов, где эффективно работает проект. Я сейчас живу на Хромово, это район Радужного, и там у нас сейчас благоустраивают территорию. Я думаю, что будет очень достойно. Мы из города Весегонска, приезжаем сюда редко. В принципе, мне все нравится. Но зимой, конечно, это проблема с очисткой снега. В окраине, да. Вот у меня дочка живет в юности, конечно, не припарковаться ни в дворах, никуда не проехать. Я считаю, что вот на это точно нужно направить деньги. А так, в целом, нам все нравится. Я, к сожалению, не житель, я командировочный. Вот я приехал, но в целом город не из Москвы оставляет благоприятное впечатление. Да, мне нравится. Как-то все тут уютно. Вот так вот. Но вот что мне не нравится, что плитка, во-первых, у вас тут вся выбита, да, ее надо, наверное, все-таки как-то менять. Периодически, по крайней мере, ремонтировать, да. А в основном, как бы, вот все у вас хорошо. Вот мне даже, я не знаю, что тут вот можно у вас улучшить, честно говоря. В Литвинках. Как обычно, проблемы с мусором. Не вовремя вывозят мусор. Мы студенты, живущие за Волжском на Соменке, поэтому мы бы очень хотели нормальные маршруты и большее количество автобусов от остановки в университет до сюда. Во-вторых, я как житель области хотел бы железнодорожное сообщение с городом Кимры, потому что на маршрутке по два часа ехать вот так вот забито, мне очень удобно. А я из области, из деревни. Для меня вообще потребностей никаких. Вода из колонки, электричество, вот и все, в принципе. Я привык так жить. Для меня квартира в общаге – это нечто, конечно. Там вода постоянная есть. Ну, все-таки, как житель села, я вижу те же проблемы в Твери. Это проблемы с автотранспортом. Но так-то я не очень-то прихотливый. Мы из Москвы. Вот мы заметили, что очень чистая центральная улица, очень красивая. Заметили, что мало кафе здесь. Это мы подумали, чтобы жилые дома местные, наверное, чтобы шума было поменьше. Вот. А так в целом прям все понравилось. Очень красиво. Мы вот как москвичи, там тоже в центре живем. Вратили внимание, что очень достойно все выглядит. Что мы остались довольны. Спасибо. В ходе опроса наша съемочная группа выявила еще одну категорию граждан, которые выступили независимыми экспертами. Это туристы и те, кто приехал к нам в город по служебным делам. Именно эти люди отметили, что Тверь произвела приятное впечатление. Впрочем, это не повод расслабляться. Властям необходимо взять на вооружение вопросы, которые выходят за рамки программы по комфортной городской среде. И имеют для жителей первостепенное значение. Это транспортное сообщение, увеличение рейсов муниципалитеты и регулярный вывоз мусора.